Друзья мои дорогие, добрый день! С вами Катя. Я вас, как всегда, приветствую из нашего города, из Кенчану Терми. Для тех, кто первый раз попал на мой третий канал, я хочу представиться. Я являюсь официальным экскурсоводом Рима и Ватикана, я являюсь журналистом. Ну и, как всегда, под сюжетом в описании я оставлю ссылку на мой основной канал, где под 300 тысяч подписчиков на мой второй канал, где под 100, телеграм-канал. И, друзья, спасибо большое за три доната, которые я получила за два последних дня. Спасибо большое, что поддерживаете мою работу. И хочу поблагодарить за то, что просматриваете мои сюжеты, мои подписчики, которые проживают в России, посредством вот этой вот ссылки. Это нашу работу блогеров весьма-весьма поддерживает. Спасибо большое, что пользуетесь этой ссылкой. День сегодня прелестный. Осень, такая очень мягкая осень. Предыдущие дни у нас были весьма прохладные. Некоторые надели даже такие пуховики. Вот, сегодня день замечательный, поэтому не хочется находиться дома, внутри в помещении. Хочется находиться на улице, гулять. Пока цветы, пока тепло и пока вот такое вот замечательное небо у нас. Видите, сегодня все чисто, без винтажа. О, Николета, открыто. Ну, а мы с вами пойдем прогуляемся в парк. И промониторим, обсудим последние новости. Друзья, последние новости – это все-таки газ. Потому что, если вы помните, сегодня среда, видите, у нас по средам проходит рынок. Но мне ничего не надо сегодня. У меня холодильник забит. Муж забил. Вот, поэтому нет, на рынок мы сегодня с вами не пойдем. На рынке мы с вами раньше были. Несколько сюжетов я снимала, цены показывала. Вон там, кстати, идет, это наш бывший мэр. Бывший мэр нашего города. Большой поклонник ВВП. То есть, когда он видит меня, он всегда просит, чтобы я в формате вот этого... Моей платформы вам передала... Эту ВВП передала привет от него. Он в свое время работал, кстати, в Сиене. Это администрация по туризму. То есть, когда он прекратил свою должность мэра, работал в Сиене в администрации по туризму. И он должен был делать рекламу, большую рекламу. А Кенчано Терми в России до сих пор получает зарплату 5-6 тысяч евро. Рекламу никакую не сделал. Поэтому, в принципе, он меня всегда должен угощать. Бондюорно! Чао, Бондюорно! Пошли дальше. Итак, друзья, единственная тема, которая у нас обсуждается, по крайней мере, я говорю, будет в формате нашего города, это тема счетов. Или, как говорят в Италии, булета. Булета в переводе с итальянского языка – это счет. Кому приходит каждый месяц, кому раз два месяца, кому раз три месяца, в зависимости от того, какой вы контракт подписали, либо с электрокомпанией, либо с Эйни, это газовая компания, либо с компанией, которая вам предоставляет воду. Но о воде говорить мы не будем, потому что пока что цены на воду, они еще более чем приемлемые. Хотя я думаю, что каждый из вас в курсе, что у нас воду пытаются приватизировать. Вот эти самые представители, так называемых, старшего брата, корпорации. Хотя это абсолютно неправильно, потому что вода – это природный ресурс, и на воду все должны иметь права в равной степени. Но мы не будем с вами обсуждать тему воды, потому что тема воды мы с вами обсуждали в моих предыдущих выпусках, поэтому про воду никто ничего не говорит. То есть когда выходила информация по поводу того, что вода может быть приватизирована, да, у нас разговоры какие-то были, наверное, на протяжении недели, двух недель. А сейчас у нас, когда пошли счета за газ и за электричество, об этом говорят постоянно. И вот с чем я хотела бы сравнить. Вот два с половиной года, то есть практически уже скоро три года будет. Будем считать, давайте так, два с половиной года. Вот с этого момента, когда прилетело ААА, потом прилетели вот эти ложечки за маму, за папу, за дедушку. Значит, у нас было так. Хочу промониторить просто, вот как меняются вкусы у людей, вкусы на разговоры. То есть сначала у нас про это вот ААА говорили, особенно вот первые месяцы, когда все смотрели вот этот вот черный квадрат, ящик, и рассуждали, правда это все или неправда. Мнений было очень много разных. И большинство в тот момент, конечно, они поверили, потому что не думали, что государство способно на создание таких иллюзий, абьюзинг. Мы с вами много говорим по этому поводу на моей платформе. Мы с вами говорим про психологию, про абьюзеров, про психопатов, про социопатов, которые имеют не только, скажем, такой вот рабочий характер в виде ваших коллег или там бытовой характер. Мы с вами очень много говорим именно в формате вот такого мирового воздействия, когда абьюзеры, представляющие вот старшего брата, заокеанского его интереса, они очень активно, значит, внушают некоторые понятия людям, которые не соответствуют истину. Но газлайтинг, в общем-то, он, видите, существует индивидуального характера, а существует и вот такого вот бытового, извините, мирового характера. Вот бытовой тоже. Кому не повезло, конечно, с такими вещами сталкивались. Вот. И, в общем-то, вот 21 год, первый год у нас такие споры проходили вот даже на уровне нашего кафе, который находится за моей спиной, правда или неправда. Потом следующий этап у нас пошел, это вот пошли у нас вот эти самые ложечки за маму, за папу, за дедушку. У нас многие там делали себе такую микст, ёрш, как этого алкоголиков называется, да, мешать пиво с водкой, по-моему, это называется ёрш. Если еще добавлять шампанское, тогда это будет северное сияние. Но кто-то делал ёрш, кто-то делал себе вот это вот на букву «П», потом делал на букву «М» «модерн токинг». Слушайте, я делаю названия даже всевозможные. Паркер, паркер, я называла паркер. Паркер, потом, значит, там кто-то догонялся этим «модерн токинг». Вот, такая группа, помните, была музыкальная, вот, а кто-то там еще добавлял, такой цветок существует, астра, вот, еще этим. Вот это уже был тогда, тогда коктейль «Северное сияние». Вот, и они это дело обсуждали, как там тебя двинуло, как там тебя торкнуло после этого всего. И вот в формате вот этого вот бара тогда были такие очень активные разговоры. И, в общем, как вы понимаете, эти все разговоры напоминали беседы, вот есть такая категория «токсики». Вот, наркоманы. Ну вот именно так, как тебя после этого, как тебя продрючило вот после этого, как тебе там и так далее. Обалдеть можно было. И сейчас у нас следующий этап пошел, это вот как раз обсуждение вот этих самых счетов. Сколько пришло тебе, сколько пришло себе. Сколько пришло тебе. И, в общем-то, вот я вот смотрю, люди даже приносят вот эти счета, люди приносят вот эти булеты, они этими счетами друг другу показывают. Вот. И, в общем-то, я хочу сказать, что, ну, есть, конечно, люди, у нас и вдов достаточно многие, которые живут очень скромно, которые там стиральную машину, например, они ее включают раз в неделю и одним махом вполне могут все перестирать. Вот. Если говорить про электричество. У многих газовые плиты, у кого-то вот эти индукционные, современные. Но если человек живет один, то, в принципе, он и умеет экономить. Я, опять же, говорю, наши вдовы некоторые. То счета достаточно приемлемые. То есть даже мы вот увидели, что были счета 40 евро, 50 евро. Но это исключение. Это если человек живет один. А в среднем, в среднем, друзья, те, которые приходят у нас сейчас, это 300 и 400 евро. То есть если большая семья, если, допустим, там детишки, да, дети, конечно, они играют, они падают, они пачкаются. И поэтому стиральную машину, хочешь ты или не хочешь, тебе приходится включать каждый божий день. Готовки много. Если у кого-то газовые плиты, потому что это и пасту надо приготовить, и мясо пожарить, и ты ребенка на сухомятке, естественно, держать не будешь. И итальянцы, я вам хочу сказать, они не привыкли на детях экономить. И поэтому вот тут приходит, конечно, мама не горюй. И вот у нас сейчас пошел такой этап следующий, когда все вот эти компании, электрические компании, газовые компании, они предлагают платить частями. То есть, допустим, пришел счет 300 евро, и семья не в состоянии вот этот счет 300 евро заплатить одним махом. Они говорят, ну хорошо, ты будешь там его выплачивать в течение нескольких месяцев. Это называется раты здесь, то есть счастье. И вот они платят вот несколько вот этих вот частей, пока они платят вот эти вот несколько частей, им уже приходит следующий на 300, на 400. И, соответственно, там точно так же делают они частями. То есть для того, чтобы сделать вот так вот частями, оплатить, это надо ехать в представительство ЭНИ. ЭНИ – это вот как вот партнер Газпрома. И вот там подписывать такой контракт, что я не одним махом плачу. То есть у меня скаденция, скаденция – это когда заканчивается срок действия. Такого-то числа. Но я вот не в состоянии заплатить, поэтому ты как бы там подписываешь новый контракт, контракт на контракте, когда ты говоришь, что я буду платить вот там частями так-то, так-то и так-то. Пока ты этого плачешь, там тебе уже приходит следующий. То есть ты одну ногу как бы вот из этого болота, вот долгового, ты ее вынимаешь, а другая нога, она у тебя автоматически увязает. И в общем нет никакого выхода в результате. Никакого выхода у нас нет. То есть у многих людей, у больших семей, у кого в первую очередь детвора. Вот. Потому что надо обстирывать, надо кормить и так далее, и так далее. По отношению продуктов питания, я вам хочу сказать, что цены растут. То есть вот когда ты ходишь каждый день в магазин, там что-то, ну, сусеки свои, забиваешь продуктами питания, или там что-то хотя бы покупаешь, ты чувствуешь моментально, что цены растут абсолютно на все. И на более свежие продукты, и на консервы точно так же. Поэтому любой человек, который проживает в Европе, в Италии, я думаю, что вы со мной полностью согласитесь. Вот. Значит, следующий момент, который обсуждается, что у нас вздрогнул народ, когда несколько дней тому назад до нас, до Италии, не доходил газ, потому что Австрия, она себе заполняла свои собственные сусеки. Было такое. Вот. И в результате получилось так, что к нам газ не приходил. Наши итальянские сусеки, они здесь были заполнены, ну, наверное, где-то процентов, ну, наверное, на 70. Говорили там на 100. Нет, не на 100, на 70. Вот. Но сейчас вроде бы как это дело восстановилось. Пустячок, но все-таки радостно, потому что совсем уже без ресурсов оставаться не хочется. Поэтому раньше, слушайте, друзья, вам хочу сказать, вот это электричество, вот этот вот газ, вообще никто ничего не замечал. То есть, ну, приходил этот счет, люди имели представление, когда он должен прийти, какая это сумма должна быть. Но так, чтобы люди сидели возле ящиков у нас и контролировали, подключили или не подключили, выключили или не выключили, как там напрягается обстановка, я имею в виду, вот в Восточную Европу, ага, напряглась, значит, газ не поступает. Там каким-то образом расслабились, значит, нам что-то приходит. И вот каждый день с этого начинается, начинается с этого, то есть, смониторить. Ну, я вам рассказала, в принципе, вот о таких бытовых вопросах, о бытовых проблемах. Но давайте мы с вами все-таки будем говорить про гостиницы. Все-таки Италия – это туристическая страна. И вы знаете, этим летом, вот сейчас уже жара спала, уже те люди, которые в доме в своем пользуются кондиционером, мы не пользуемся кондиционером, потому что у нас старый дом, и я, мой муж, мой муж вообще очень любит тепло. Я, например, люблю холод, люблю, когда прохладно. Поэтому если я пережила это лето без кондиционеров, потому что он мне не требовался просто, несмотря на то, что я очень люблю прохладу. Я его не включала, он у нас дома есть, но я его этим летом я его даже ни разу не включила. Но те люди, у которых окна, они выходят на противоположную сторону, я вам хочу сказать, да, они включали счета, и приходили, конечно, очень большие. Но вот сейчас у нас начинается осень, и у нас пришли счета многим гостиницам и многим предприятиям. И там не шутки, не шутки. Я вам рассказывала, что приходили счета, если это бар, допустим, там ресторан, приходили счета, допустим, вместо 3 тысяч евро приходили по 14 тысяч евро. И точно так же и барам, ресторанам им говорили, надо делать частями там это все выплачивать. А какой смысл выплачивать частями, когда тебе через 2 месяца придет следующий такой же на 14 тысяч вместо там 2-3, как ты выплачивал раньше. И вот еще очень активно у нас обсуждается сейчас проблема спортивных площадок. Потому что спортивным площадкам там все-таки тоже свет, если это бассейн, точно так же это электричество. Если каток, я про катки вообще больше не говорю, потому что катки у нас закрываются, катки, там холодильные установки. И там холодильники работают 24 часа в сутки. Поэтому там просто пришли неподъемные счета. Допустим, вместо 4 тысяч евро по 100... Извините, вместо 40 тысяч евро, извините, оговорка, вместо 40 тысяч евро там пришло 120 тысяч евро. И ты уже не в состоянии людей запускать по таким ценам. Очень многие говорят про бассейны, потому что у нас бассейны есть летние, и бассейны имеются зимние. То есть бассейны у нас работают круглый год. И вот там вместо, допустим, 26 тысяч евро, там пришло 75 тысяч евро. То есть бассейны у нас закрываются. Все началось с бассейна, который находится в сиене, а сейчас у нас все это пошло, посыпалось как карточный домик. Одно на другое. Поэтому бассейны у нас закрываются. Встает вопрос сейчас о волейбольных площадках и о секциях. Вроде бы пока закрывать не собираются, но тоже думают, какие придут счета там. Поэтому вот эти вот разговоры, какой тебе пришел счет, сколько тебе пришло. Если у тебя какой-то бизнес, с какой счет пришел на твой бизнес. И вот целыми днями они сидят с утра до вечера, как раньше они ложечки вот эти за маму, за папу обсуждали, кого как торкнуло с какой. Теперь они обсуждают, у кого какой счет. Люди, я имею в виду. Кому домой сколько пришло и кому сколько пришло за бизнес. Выгодно это или не выгодно, рентабельно это или не рентабельно. Потому что у нас два с половиной вот этих вот года, пока работа была не работа, айкотка, то закрывалась, потому что у нас тут лохи были одни и потом еще эти дауны. Поэтому закрывалась, то работаем, то не работаем. А сейчас, когда вроде бы работать можно, но получается, что это все не в подъем, потому что счета приходят вот такие вот. Поэтому вот я тут все думаю. Зачем вот это вот? Мы живем на одном континенте, правильно? Вот это мерение писеми. У кого писем больше? Потом на нашем континенте европейском это абсолютно никому не выгодно. Это неудобно, это не надо абсолютно. Потому что мы могли бы жить совершенно по-другому, если бы не постоянное вот это вот давление со стороны вот этого старшего брата, заокеанского. То есть как только вот это вот давление будет ослаблено, все встанет на свои места. И не надо больше никого уговаривать. Посредством вот этого ящика, что вот такая какая-то там справедливость должна существовать, справедливость у них вся, как в покере, знаете, карта у них вся крапленая. Вот у них и существует их понятие о справедливости, а все остальное это несправедливость. Поэтому если, конечно, это все завтра прекратится, вот эта гегемония, то, естественно, все встанет на свои места и меньше будет стресса. А так я вам хочу сказать честно, что люди два с половиной года последние находятся в постоянном таком перманентном стрессе. Это не очень здорово, как вы понимаете. Вот такие у нас времена. Друзья, спасибо большое, что смотрите. Я вас очень люблю. Увидимся в следующий раз. Продолжение следует...